Добрый день, подписчики и гости канала! Норвежские спортсмены с астмой побеждали ещё в нулевых. Даже у Лейнара Берндалина когда-то называли астматиком, хотя он никогда не болел астмой, и обвиняли в употреблении запрещенных веществ. Но действительно ли астма даёт спортсменам преимущество над другими за счёт использования запрещенных препаратов? Регулярные тренировки приводят к хроническим проблемам с лёгкими, что называется астмой физического напряжения. Чаще всего ей подвержены лыжники, биатлонисты и велогонщики. Есть факты – три лидера Норвегии связаны с допингом – Мартин Йенсрут Сунбю, Тереза Йохаук и Марит Бёрген. Совпадение, подумайте или нет. Марит Бёрген – единственная в истории женских лыжных гонок восьмикратная олимпийская чемпионка, абсолютная рекордсменка чемпионатов мира. Вне всяких сомнений, она великая чемпионка, которой не было равных. И не факт, что найдётся кто-то, способный затмить её достижения. Однако одним заявлением норвежка поставила под большое сомнение все свои победы. В автобиографической книге «Сердце победителя» Бёрген созналась в том, что сдала положительный допинг-тест. Физ и Марит скрывали это четыре года. Страшно представить, что было бы, если бы кто-то из российских лыжников сознался в чём-то подобном.